Сегодня медиа-сообщество взорвалось от хамства российских космонавтов. Какие-то два перца, которых отправили на так называемую орбиту, делают вид, что они летают в космосе, обозвали все население Земли, которые не верят в эту махинацию, идиотами. На самом деле, в последнее время появилась не марла таких вот сторонников плоской Земли. Мы видели видео, ролики, по всему интернету, в том числе, ходят. А что бы вы могли сказать этим людям, Александр? Ну, подтвердите нам либо одно, либо другое. Извините, я сейчас начну. По-моему, сторонники плоской Земли — это просто такой классный профессиональный космический троллинг. Ну, я не верю, что люди могут быть настолько идиотами. Вы знаете, мне, честно сказать, и добавить так к словам Сергея нечего. Хорошо. То есть она круглая. Понятно. В институциях всех стран существует соответствующая статья, которая предусматривает свободу на право высказывания людей любого своего мнения. В уголовном кодексе была статья за оскорбление. Теперь ее нет. Поэтому теперь с орбиты несется всякая гадость от людей, которые не могут два слова связать. Товарищ, который на орбите выпендривается в так называемой форме космонавта, даже не смог предоставить спрашивающим его людям ни одного доказательства на то, что Земля круглая. Извините, я сейчас начну. Извините, я сейчас начну. Если он так уверен, то повернул бы камеру на Землю и показал бы это. Проблем нет. На борту любой космической станции, как нам говорят, находится большое количество видеоаппаратуры. Счелкните один кадр. Покажите его людям. Уже столько лет, уже скоро будет 50 лет или 60 лет даже, как все летают наши космонавты и врут, что они летают в космосе. До сих пор 3,5 тысячная группировка спутников и бесконечная толпа космонавтов не смогла предоставить ни одной фотографии Земли. Я имею в виду круглой Земли. Все фрагменты и все выполнено каким-то рыбьим глазом. Ни одного доказательства нет в космосе. Ни одного миллиона людей по всей планете, не только в России, но и во всех других развитых странах, обращаются к правительству, обращаются к космонавтам с одним единственным вопросом. Покажите круглую Землю. В любом виде, который только не является мошенничеством. Вопросы возникают ежесекундно. Ролики постоянно его транслируют. Космонавты игнорируют эти вопросы. На мой взгляд, полета в космос – это не более чем махинация, которая является удобным закапыванием бюджетных средств для тех лиц, которые могут позволить себе такой уровень коррупции. Положил в седьмом начало так называемый верующий, глубоко верующий президент США Эйзенхауэр. Он первый втер в своей нации домыслы о каких-то инопланетянах. И под эти, под эти свои сказки, которые он сам выдумал, сидя, извиняясь за выражение, на каком-то толчке, он собрал с американской нации огромные, колоссальные деньги и закопал их под четырьмя штатами. Эта афера известна очень хорошо. Второй, не менее верующий президент США, придумал аферу с лунной гонкой. Он собрал огромнейшие средства с нацией и с других еще источников. Брал с золотом, с литками, десятками тонн. И все это осело на его счетах. Поэтому он до сих пор является богатейшим президентом США. И вдумайтесь только, американцы так и не полетели на луну. Нет ни одного достоверного кадра их полета. До сих пор все время к ней возникают вопросы, чтобы они доказали свой полет. Но теперь у них и пленка пропала. Вдумайтесь только, в 2016 году кинопленка кому-то потребовалась, чтобы записать на нее новый фильм. В НАСА. Представьте, какой уровень лжи. Недавно советник президента Трампа по науке выступил с обвинением в своей космической отрасли, что афера с луной похлеще, чем афера за глобальное потепление. А наши продолжают эту аферу. Продолжают делать вид, что они куда-то запускают ракеты. Продолжают делать вид, что они там висят в космосе и подрыгивают на этих тропах. Нельзя откорблять столько много людей. За это должна наступать ответственность. В 1500 году на рубеже эпох первозринческих тоже появились люди, которые доказывали, что Земля круглая. Их жили на кострах. Их преследовали. Такие же умники. Но теперь эти умники так же бьются лбом на космическое стекло, что Земля круглая. Так представьте нам доказательства. Представьте доказательства того, что она круглая. Хотя бы одно. Мир ждет от вас одно доказательство. Один честный, достоверный кадр. А пока за свои оскорбления многих миллионов людей надо отвечать. Либо в уголовном порядке, либо в административном. Но одна смачно. Таких космонавтов, которые позволяют себе обозвать миллионы людей идиотами и позорят Российскую Федерацию. Позорят ее с орбиты. На все народы, которые принимают эту трансляцию, под общей хихиками. Такого оставлять безнаказанно нельзя. Сегодня он поливает людей с войны. Даже не знаю, как сказать. То есть робот. Робот начал ругаться. Понимаете? Робот начал ругаться на орбите. И сегодня он поливает людей, которые сомневаются в том, что его роботические сказки являются реальностью. А завтра что будет? Завтра что он позволит себе? Значит, он хихихать, тролит, как он выражается, государство, правительство и всех остальных людей. Он что теперь? Бог стал? Забрался на небеса. Извини, я сейчас... Ну, ждем. Ну, ждем. Мы ждем от космической отрасли, может даже от этого самого космонавта, реального снимка, видео или просто снимка, что у себя круглые. Но этот снимок должен пройти экспертизу. Потому что сегодня в условиях развитой видеоиндустрии, если мы видим такие съемки глобальные, как в космических войнах и тому подобное, на глаз верить больше мы не можем. Поэтому ждем доказательств и надеемся, что руководство нашей космической отрасли соответствующим образом накажет этого космонавта за его публичное оскорбление, которое нанес огромному количеству людей. Столько выпущено учебников в математике, физике и геометрии, что иногда просто диву даешься, насколько слабо впитываются знания в сознании того темного большинства, которые судят лайками и формируют правительство своим голосованием на выборах. Вот уже более века идет спор о плоской и сферической земле. В конце 19 века даже было создано общество плоской земли. Политики открыто поддерживают идею плоской земли, помещая ее изображение и в кабинет президента США и на эмблему Организации Объединенных Наций. Но официальная наука почему-то уверена, но одиноко отстаивает позицию сферической земли и клеймит почем зря плоскоземельцев. Темные массы, у которых в сознании уже давно не сверкала искра разума, надежно следуют за представителями науки. Но прежде чем мы окунемся в гусь этого спора, давайте посмотрим официальный ролик, который космическое агентство выложило в сеть для однозначного и уверенного утверждения сферичности формы Земли. Давайте насладимся произведением, а потом вернемся к геометрическому спору. Я думаю, все дружно посмеялись. Вот это сферическая Земля. А что, разве кому-то непонятно? Тогда давайте добавим звук космоса. А теперь, я думаю, что мы нашим нечего, потому что пока мы доходим. Вы же видите, камеры отсчетов зафиксированы. Земля самая штурмная есть сфера. Но это еще не все. В ролике есть настоящий космонавт, и он ведет с орбиты профессиональный комментарий. Посмотрим на космический корабль, снятый на видео, и послушаем космонавта. Ну, а теперь мы с вами переместимся, наверное, в самое интересное место станции. Это то место, где, наверное, каждый космонавт, и астронавт, и вообще любой человек, который сюда попадает на станцию, хочет проводить все свое свободное время. Пусть этого свободного времени очень немного, но оно все-таки иногда есть. И каждую свободную минуту мы пытаемся провести здесь, в этом модуле. Модуль носит прекрасное название купола. Сейчас вы поймете, почему нас так сюда тянет. Вот мы медленно-медленно приближаемся к нему, и пытаемся туда заглянуть, в этот модуль. Что мы там видим? О-о-о! Мы видим прекрасный вид, мы видим нашу Землю, самую прекрасную планету во Вселенной. Я думаю, что сколько бы человечество не открывало других планет, а все равно нашим домом останется Земля. как самая прекрасная из планет. Смотрите, какой шикарный вид открывается отсюда из купола. Вы сейчас видите уникальные кадры своими глазами. Смотрите так же, как и мы. Теми же самыми глазами можете оценить красоту нашей планеты. И, кстати, заметить, что планета действительно круглая, никаких китов и слонов и в помине нет. И висит наш прекрасный шарик совершенно свободно в пространстве, которое именуется космосом. Здесь вы видите элементы конструкции нашей станции снаружи. Вот то, что видят те члены экипажа, которые имеют удовольствие выполнить выход в открытый космос. экипажа, Все очень наглядно и это официально выпущенный фильм. Кто-то может чего-то и не понял, ну а те, кто сломал глаза и окончательно запутал мозг, извините, пиарщиков от науки, не виноваты и они. А ролик ничего не доказывает, только запутывает еще больше. А вот еще одно панорамное фото. его сделали на соленом озере, которое обеспечивает практически идеально ровную поверхность и демонстрирует идеально горизонтальную поверхность. Приверживаться плоской земли почему-то считают, что это фото доказывает то, что земля плоская. Хотя при горизонтальной линии взгляда горизонт не может быть изогнутым, иначе сделав круг, горизонт в какой-то точке разорвется. Сферичность земли может быть сфотографирована только с расстояния более 6 тысяч километров, когда земля вся уместится в объектив фотоаппарата. Но таких фотографий официальная наука до сих пор так и не смогла сделать, хотя утверждает, что космические аппараты якобы летают и что-то там фотографируют. Доказательств сферичности земли нет. Доказательства плоской земли постепенно набираются и спор между тем разгорается. Обе стороны активно публикуют различные доводы в свою пользу. И никому из спорщиков не приходит в голову, что их модели одинаковые. И та плоская земля, которую отставят плоскоземельцам, и та сферическая земля, за которую бьются ученые и неучи, одинаковые. Итак, ученые заявляют, что земля имеет сферическую форму. Однако, до сих пор эти самые ученые не представили общественности ни одной фотографии ни северного, ни южного полюса. Ясно, что такой фотографии они сделать не могут, потому что космос это миф. Но эти ученые заставляют нас верить в свою ложь, подсовывая нам географической карты плоские изображения сферической земли. Стандартные и широко распространенные карты выполнены в цилиндрической проекции. Ее особенность в том, что экваториальная зона сферы передается на плоскость без искажений, а полярные зоны напротив передаются с бесконечным искажением, превращаясь из полярной точки в полярную линию. К этим картам мы привыкли и нас в общем-то не интересуют те колоссальные искажения, которые образуются в этих картах на пудусах, ведь мы там не живем и маршруты наших путешествий в приполярных зонах не проходят. Приверженцы плоской земли демонстрируют свои географические карты. Их отличие от вышеназванных карт состоит лишь в том, что они выполнены в конической проекции. Особенность этой проекции в том, что сферическая земля переносится не на цилиндрическую поверхность, как обычной карты, а на коническую. В этом случае северный полюс оказывается единственным полюсом и он остается в центре плоской карты. Южный полюс превращается в окружность и располагается вокруг северного полюса на самом краю такой карты, а все остальные зоны и укладываются внутри круга, очерченную южным полюсом. Вот и все. Между сферической и плоской землей в том ее варианте, который отстаивают плоскоземельцы, различие состоит лишь в том, какая проекция использована для переноса сферической земли на плоскую карту, цилиндрическая или коническая. И даже Солнце с Луной движутся одинаково в пределах обеих проекций. Спорить не о чем. Надо просто хорошо знать геометрию. Я не поддерживаю ни теорию плоскости земли, ни тем более теорию сферической земли. Конструкция нашей планеты совершенно иная.